ну вот и первый день настоящей осени 18 сентября за дождило слегка похолодало грался в 10 наверно и уже хочется быстро ездить собственно как согреваться одеваться не тяжело не облюбительно но при этом ездить приходится быстро выехал я в дождь и на моем пути дождь уже успел усилиться потом прекратится потом снова начаться честно проедешься до моста потона здравствуй 8 принимаем тебя такой это есть вообще настроение сегодня специфическая осенняя приятно уже из открытий форточки дует прохладой такой осенний дома дождик однако как будто усиливается решил все-таки повернуть к дому непонятно что ждем я начинаю мокнуть а он может продолжаться еще достаточное время всех как метлой смело опустили улицах и тарабанники вау вау вообще я люблю тут кататься но вот не в такой конечно в общем не до дома километров 10 чик чик это не так уж много парадон вау уже здоровый успел налить так уж и это не так уж и так уж и так уж и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как он так быстро успел напомнить лужи? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так покатались Да, ливень настоящий был здесь Судим по размеру Все, дождевая облука промчалась Сейчас только я пересек валы Как ливень кончился И вот видно уже какое крючковатое небо Однако я мокрый И даже ноги промокли Все-таки надо ехать к дому Встретили мы осень Так сказать, осень нас сегодня окрестила Вау! Ну ладно, полиция Осень нас окрестила Как следует И это Хорошая бремяна Вау, ничего не видно Из-за луж Блин, здесь можно так Попасть в холдобину Здесь только холдобина Кирилловская, конечно В этом отношении Экземпляр Улицы, на которой колбасит У меня временами бывает Что они не наводят порядок Помню как-то Очень давно Не помню при какой власти Я не поставил рекорд скорости Своей собственной Вау! Тут и дверь Здесь можно вполне гоняться с машинами И довольно успешно иногда Если кто-то свою машину бережет Можно сесть ему на хвост И даже перегнать Вот такая вот езда По Кирилловской Вот эту машину бережет Вау! Ооо! Вах! Вах! Вещи на скольких рельсах Не хватало мне Грохнуться Положную погоду тяжело даже на небольшую хромку заезжать. Вот какие у нас в Тольном Граде дороги, это, так сказать, репрезентация общего состояния. Автодорожного полотна, но полиция может её переградить. Ну разве не анекдот, да? Эта улица идёт с Подола к стадиону Спартак. Такая вот сказка на ночь получила. Главное здесь где-то в яму не попасть скрытой водой. Тогда будет беда, помнится меня поза той зимой. Так швырнула через руль. Раз уж я прошёлся по нашим дорогам, то решил чуть продлить сюжет. Вот это Кирилловская бывшая фрунта уже за стадионом Спартак. Здесь немножко покрытия подправили. Но горбы видны, не скажешь, что не идеально. Вон, в такие горбы, не дай Бог, в голодицу попасть. В скользкую погоду, короче. Просто смерть. Я уже по опыту знаю. Чуть ты едешь по краю этого бугра и понимаешь, что ты не можешь поворачивать колесом. Вот. Срок. Поддаёшься панике. Иногда можно вот так его перескочить просто. Так, чух, бух. Вот. Но есть ещё заднее горесло, которое может соскользнуть при наезде. У них что-то просто. Оп, оп, оп. Сейчас мы чуть проинспектируем. Полосно дорожное. Ну, здесь вот. Просто поперечная гребёнка, это сносно. А здесь просто колбаса. Ай! Чёрт. Фух, испугался. Попал в яму. Колбаса, залитой водой. Не заметил. Блин. Ну, что можно сказать про эти дороги. Вот и всё. Они говорят сами за себя. К расторечиве. Любого цицерона расскажут. Ну, может, здесь яма. Кто его знает? Вот здесь приближается. Бум-бум-бум. Тудум-тудум-тудум-тудум. О! Трещина погоречная. Короче, водители, не забывайте, что ваша жизнь находится в ваших собственных руках. Не пеняйте на дороге, господа. Лучше не будет. Красивый мотор. Это даже маленькое ведерко на поворотнике. Вот. Кого-то тут бахнули, что ли. Да? Остановка троллейбусная валяется. У нас вот и авария. Бог его знает, по какой она причине. По причине награждя плохой дороги, ошибки водителя или по всем причинам траду. Что-то интересно было. Я даже не понял, почему знак. Троллейбусная, что ногти валяются на середине дороги. Вот у нас состояние дорожного хозяйства. Чух! Это довольно оживлено, но все-таки магистраль. Сейчас мы вот Массажиры с дорожным мостом. Уже выезжаем на улицу Выжгородскую. Птички. Это дорога на Выжгород. На Путин Шевченко и на Выжгород. Качество дороги. Путин Шапстана. Вот о чем я рассказывал в одном из своих видео. Китай вернулся из Питера. этим летом наехал там приличный километр с 3000 по пригородам в основном даже не по городу ты потом первую же мою покатушку дома ехал вот здесь по выжгородской я не мог понять от чего я не чувствую никакой уверенности на дороге не охватывает какое-то непонятное чувство тоски думаю Володя ты же здесь только катался что с тобой только бывает когда похмелье тебе как-то не потеплеть и не знаешь почему и только через несколько дней я понял почему потому что вот такая вот дорога из-за нее я отвык от таких дорог в Питере и просто потерял концентрацию внимания за несколько месяцев и понадобилось какое-то время серьезное чтобы это вернулось вот такой вот рассказ получился а дождь усилился а серьезная кашнина